на нашем втором семинаре по обработке изображений с программой FIDGE. И в прошлый раз мы с вами закончили на том, что поговорили об ошибках, которые можно допустить при получении изображения. Некоторые из этих ошибок, конечно, можно будет исправить в программе, некоторые лучше избежать при получении. И сегодняшнее наше занятие посвящено больше уже ручным измерениям, изменением изображения стандартным, такими как изменение яркости, контрастности, окна интереса, применение псевдоцветов к черно-белым изображениям и, соответственно, разные варианты сегментации изображений для в дальнейшем уже автоматического подсчета интересующих нас областей. Понятно, что если мы захотим с вами сегментировать наше изображение по яркости, например, отнести объекты ярче какого-то значения к объектам, которые мы считаем, а яркость меньше какого-то значения к фону, то нам необходимо, чтобы изображение имело очень-очень ровный фон, чтобы у нас не было так называемого виньетирования, чтобы края изображения не были темнее, чем центр, например. И поэтому нам придется еще немножечко поговорить об устранении дефектов освещения уже в цифровом формате после получения изображения. И начнем мы с вами со знакомства с самой программой Fidja, потому что для многих она будет очень непонятная. После запуска программы вы увидите вот такое вот окошко. И любые открытые файлы, которые вы будете открывать следующими, будут открываться отдельными окнами. Удобно это или нет, тут можно поспорить. С одной стороны, конечно, все привыкли к тому, что все окна программы находятся в родительском окне, как, скажем, у Excel, Word. Но представьте себе ситуацию, что у вас очень много картин, которые нужно сравнить между собой. И, например, у вас установлено на компьютере несколько мониторов. И таким образом вот такой интерфейс программы может быть несколько удобнее традиционного интерфейса с одним окном. Понятно, что все функции типа открытия, сохранения и так далее в меню файл присутствуют. На чем хочу обратить сразу же внимание. Для некоторых изображений есть отдельное меню, называемое «Импорт». Через него вы можете загрузить в эту программу файлы, которые имеют нестандартные форматы. Ну, например, можно загрузить сюда даже PDF-файл. Можно загрузить видеофайл AV. Можно загрузить то, что будет наиболее важно и полезно, последовательность изображений. Если у вас, например, в каком-то каталоге лежат картинки, поименованные по номерам, 1, 2, 3, 10 и так далее, то, используя вот такой вариант импорта, можно открыть все эти картинки сразу. Более того, их можно открыть в виде стека. То есть одного окна, в котором картинки наложены друг на друга. Будь то каналы, будь то изображения, снятые по времени. Здесь, в принципе, возможны разные варианты. Ну и, кроме того, есть такой же вариант сохранения изображений. Вы их можете сохранить в разных форматах. Ну и рекомендуемый мой формат – это формат TIFF в данном случае, потому что он удобен с тем, что не происходит потери данных значимой. И есть еще чуть-чуть медленнее работающий, но гораздо более удобный формат OME TIFF, тот, о котором я рассказывал на прошлом занятии, где сохраняется вся информация о ваших изображениях. Из других форматов, которые могут быть удобны, это формат HDF 5 для очень-очень больших изображений, который позволяет сохранять так называемую пирамиду картинок. То есть если у вас, например, изображение, ну, предположим, 40 мегапикселей, понятно, что не каждый компьютер такое изображение сможет открыть и обработать. Вот формат HDF 5, он как раз сделан для решения этой задачи. Он сохраняет картинки с, скажем так, разным, ну, если хотите, разрешением или увеличением, позволяя вам даже на компьютере с небольшим количеством памяти с ними работать по частям, естественно. Ну и остальные пункты меню здесь достаточно стандартные. Мы к ним будем возвращаться. Открыть файл можно также простым перетаскиванием. Если у вас есть папочка с вашими файлами, не обязательно искать. Вы можете точно так же, как и в случае любого другого, любой другой программы, взять просто файл, который вас интересует, и его просто перенести прямо на окно программки. Он тут же у вас откроется в отдельном окне для работы. Таким образом, с открытием файлов мы с вами разобрались. Что нам еще может быть полезно? В программе самой есть некоторое количество демонстрационных картинок для того, чтобы научиться с ней работать. Это меню «Открыть картинки», «Open samples». И здесь, как вы видите, есть все от картинок геля, земли, МРТ, созвездий, нейронов, в общем, все, что угодно. И мы некоторые из этих картинок будем использовать как раз-таки для сегодняшней работы. Меню разделены по функциям, то есть как бы глагол, что вы хотите сделать, да, отпроцессировать, то есть обработать, анализировать, дополнения какие-то использовать. И меню, которое нам понадобится очень часто, это меню изображения. Я в двух словах на нем остановлюсь. Первая часть, которая нам важна, это тип картинки. То есть сколько бит, какая разрядность картинки у нас сейчас используется. При обработке нам иногда придется менять разрядность картинки вместо 8-битной картинки, где у нас всего 256 оттенков яркости. Нам иногда будет нужно переходить на 16- или даже на 32-битную картинку. Кроме того, есть возможности разного представления цветов внутри картинки. Следующее меню, которое нам понадобится, меню «Adjust». Здесь можно поменять яркость, контрастность изображения, окно или уровень, не пугайтесь этого названия, я о нем более подробнее расскажу, что. И очень важная для нас часть, трэш-холдинг, это как раз возможность сегментации по яркости. С остальными меню мы разберемся по ходу уже работы. Ну и пример в виде такой оценочной работы, это попытка проанализировать изображение. Предположим, у нас есть вот такая картинка, мы ее видели на презентации прошлой, и я эту картинку показывал в качестве изображения, у которого один из каналов снят хорошо, другие три не очень хорошо, но в принципе с ней можно работать. Давайте попробуем повторить этот анализ с этой картинкой. На всякий случай я положил архив, вернее папочку с картинками в Dropbox, и в чате я прикрепил сообщение со ссылками на него. После занятия можно будет скачать все эти картинки и попробовать некоторую обработку сделать самостоятельно. Значит, у нас есть изображение, и первое, что мы хотим сделать, мы хотим с вами оценить, насколько оно хорошо снято. То есть, есть ли у нас потеря данных, есть ли у нас жаргонно, условно, точки пересвеченные, то есть те, которые ярче, чем наша камера могла увидеть, и данные о них мы, естественно, потеряли, или темнее. Причем картинка, как вы видите, цветная, несколько каналов, и мы можем поступить здесь следующим образом. Мы можем эту картинку разделить на отдельные каналы. Так как она у нас сохранена в виде тифа, то можем пойти в меню изображения, здесь цвет, и в меню цвет есть первый пункт разделения каналов. Если вы будете этот пункт использовать, то ваша картинка разделится на 4 независимых картинки, так у меня есть 4 канала в этом изображении, мы можем каждый из них теперь проанализировать. Ну и давайте посмотрим информацию, например, о красном канале. Нам нужна будет гистограмма, которая покажет нам количество точек и их яркость. Гистограмма – это что? Это анализ изображения, правильно? Поэтому в меню анализ находится сама вся гистограммка, и вот ее пункт меню – гистограмма. Нажимаем, и получаем с вами гистограмму этой картинки. По одной оси, по вертикальной, по у, у нас количество точек отложено, по х – яркость, ну и здесь, соответственно, эта яркость показана. Кроме того, есть кнопочка «Логарифмическое представление данных», чтобы могли оценить с вами одновременно и очень большие, и очень малые значения. Если мы ее нажмем, мы увидим, что здесь до максимального значения ни одна точка не добралась. Максимальное значение для, в данном случае, 12-битного изображения 4096 должно быть здесь 3927. Так что этот канал снят прекрасно, он умещен в динамический диапазон, нету точек недосвеченных, у нас здесь нуля нету, нету точек пересвеченных, нет максимального значения, все прекрасно. Теперь, если мы захотим то же самое действие сделать для другого канала. Еще одна вещь, которая в этой программе очень сильно путает тех, кто начинает с ней работать, то, что все действия производятся с так называемым активным окном. Последней картинкой, которую вы открывали, или на окне, который вы нажали. То есть сейчас у меня активирован канал красный. Если я хочу теперь то же самое повторить, например, для канала зеленого, мне нужно на этом изображении нажать. Вот я на него нажал, оно стало активным, и теперь, если я скажу «Анализ и гистограмма», то все, о чем я говорил, выполнится именно для этого окна. Видите, у меня теперь гистограмма есть для зеленой картинки, я тоже могу ее сделать логарифмической. Ну и здесь мы видим, что картинка снята уже не очень хорошо. Но если мы пытаемся сделать такую же гистограмму теперь для изображения, скажем, вот этого вот маджента розового, наверное, по-русски правильно будет сказать, то мы увидим, что здесь ситуация еще хуже. В самом-самом конце есть такой всплеск, пик, много-много точек пересвеченных. Ну и на самом деле мы их можем увидеть на изображении. Это вот эти вот клетки, которые оказались гораздо более яркими, чем их окружение. Таким образом, мы с вами немножечко разобрались с интерфейсом программы. И давайте начнем знакомство с ее функционалом, с наиболее важной частью, с калибровки изображений. Что такое калибровка изображений? У нас с вами на данный момент, к сожалению, все наши картинки представлены в виде точек. И размеры точек мы на самом деле можем не знать, у нас изображение может быть не откалибровано. То есть одна точка для нас это некий такой, ну, как сказать, попугай. Мы можем их сравнивать, что в два раза больше или в два раза меньше, но нам бы хотелось все измерения в нашей программе проводить в реальных единицах, в микронах, в нанометрах, в сантиметрах. И для этого нам нужно в нашем же микроскопе под этим же увеличением, с этим же объективом, с этими же настройками камеры, потому что мы включим биннинг, у нас изменится соотношение точек, нам необходимо калибровать изображение, то есть снять так называемую микролинейку. Всегда с микроскопами, себя более-менее уважающими, в комплекте идет вот такой слайд. На этом слайде есть участок помеченный, где размечена вот такая вот микролинейка. На этом же слайде чаще всего указана цена деления этой линейки. И мы с вами можем при этом снять эту линейку при увеличении, с которой мы будем работать, открыть в нашей программе это изображение этой линейки и дальше померить какое-то известное нам расстояние. Например, расстояние между двумя отдельными рисками. На самом деле, чтобы ошибка была минимальной, лучше померить самое большое расстояние, которое вы можете. Например, если у вас вся линейка оказалась видна в вашей программе, тогда померьте расстояние все вот это вот целиком. Ошибка, которую вы при такой калибровке получите, будет меньше. Если вы видите там, скажем, вот эту часть вашей линейки чуть-чуть поменьше, ну, скажем, вот до этой части, ну, тогда возьмите вот это расстояние, например. И еще один момент для того, чтобы померить в этой программе расстояние пока что в точках. Смотрите, мы должны захватывать вот эту соседнюю точечку в данном случае, потому что иначе у нас будет не совсем правильный подсчет. Потому что если мы будем считать теперь для второго расстояния, мы опять же сделаем 1, 2, 3, 4, да, но эту точку мы считать не можем. Точно так же возьмем следующее, 1, 2, 3, 4, потому что если мы посчитаем следующую точку, она относится уже к следующему делению. Ну, и в данном примере простом можно увидеть, что цена деления на этой линейке у нас 10 микрон, то есть вот это вот расстояние – это 10 микрон. Мы померили его в точках, у нас оказалось 4 точки, и мы можем сказать теперь, что 4 точки – это 10 микрон. Либо мы можем сказать, что 1 микрон – это 0,4 точки, либо 1 точка – это 2,5 микрона. Все это верно, и программа это может для нас пересчитать. То есть, проведя вот такую линию измерительную, мы можем дальше в программе попросить ее откалиброваться. Она автоматически за вас заполнит значение расстояния в точках. Вам придется ввести известную вам дистанцию, те самые, например, 10 микрон в данном случае, единицы измерения, в которых вы хотите работать, и еще один удобный момент – вы можете поставить галочку «Глобальная калибровка». Что эта галочка дает? Все открытые уже на данный момент в программе картинки, и все картинки, которые вы будете открывать в этой программе после этой калибровки, будут точно так же откалиброваны. Например, вы снимаете на вашем микроскопе серию изображений на, скажем, 40-ом объективе. В конце этой съемки вы на этом же объективе снимаете такую микролинейку, и теперь, перед началом работы с этими картинками, вначале открываете микролинейку, калибруетесь по ней, и после этого все открытые изображения из этой пачки вы можете с этой калибровкой использовать. То есть, вы открываете эти картинки, и они автоматически уже пересчитываются из точек в микрометры. То есть, вы уже с ними можете нормально работать. Давайте попробуем сделать это в программе теперь вручную, и я покажу это на примере простенькой такой микролинейки, а потом покажу профессиональную микролинейку, которая позволит нам оценить еще один параметр, о котором я пока что умолчал. Открываем, опять же, нашу программку Fidja. В тех картинках, которые я положил в Dropbox, будет одна из картинок, которая называется микролинейка. И вот эта картинка микролинейка удобна именно тем, что это, в принципе, снимок такой небольшой линеечки, реально существующей, с микроскопа, по которой можем попробовать сделать калибровку. Я открою ее у себя и попробуем это изображение после открытия откалибровать. Ага, открылась. Так, вот картинка, вот микролинейка. И эта микролинейка целиком, я сделаю картинку побольше, чтобы было лучше видно, занимает 1 мм. Это объектив, по-моему, был четвертый, если не ошибаюсь, поэтому здесь поле зрения больше 1 мм. И для калибровки нам нужно прежде всего померить расстояние в точках. Мы выбираем линию и проводим эту линию от начала первой риски до последней риски, но на нее не наступая, чтобы у нас все-таки был точно 1 мм. Мы с вами провели эту линию, и теперь у нас есть меню «Анализ». Мы хотим проанализировать изображение. И «Set Scale» — установить масштаб. Нажав теперь в этом меню «Анализ» и «Set Scale», мы получили уже посчитанное расстояние в точках. Так как у меня эта линия немножечко наклонена, программа пересчитала эти точки, видите, с сотыми и десятыми значениями. Ну, можно сказать, что 380 точек, на самом деле, это правильное значение. Известное расстояние. Программа не знает правильного расстояния в реальных единицах измерения. Я знаю, что 1 мм, но мне, например, удобнее работать в микронах, поэтому могу здесь написать «1000». И единицы измерения я могу здесь написать хоть по-русски, хоть по-английски, например, «микрометр». Теперь, если я захочу работать с этой программой, я могу поставить галочку «Global», и все картинки, которые я буду после этого открывать, будут с такой же калибровкой. Единственное, я сразу же предупреждаю, что нужно на самом деле знать, какие картинки открываете. Потому что если вы с этой калибровкой откроете картинку, снятую, например, не на 40-м объективе, на котором вы калибровались, а, скажем, там на 100-м, понятно, под него нужна будет другая калибровка. Программа вас, скорее всего, даже не предупредит об этом. То есть здесь задача знать, на каком объективе было снято, при каких условиях – это ваша задача. Если вы постоянно работаете на одном микроскопе, вам нет необходимости все время так изображение калибровать. Внизу, в этом диалоге, вот здесь вот, в самом-самом низу, есть уже посчитанное расстояние, скейл, масштаб. Сколько точек у вас в одном микрометре. Вы можете на самом деле ваш микроскоп один раз откалибровать для обычных условий работы камеры на ваших всех объективах. Вот эти значения распечатать, повесить геометр рядом с микроскопом в виде таблички, и дальше вам нужно будет только знать, на каком объективе вы это сняли. И калибровка у вас будет, в принципе, вы можете теперь не калиброваться, а прямо вот сюда ввести это значение, ну и получить такую же калибровку. Обратите внимание, что сейчас это изображение, наверху вот здесь вот строчечка, оно в неких пикселах, вот этих самых точках. После того, как я применю калибровку, видите, наверху изображения у меня получились микроны. И в скобочках приведены точки. И теперь, если я на этом изображении пытаюсь что-то померить, например, давайте я проведу такую же линию в другом месте, пытаюсь ее измерить. Про измерение и где это делается, я потом буду подробно рассказывать. Пока я просто скажу анализ, измерить. И вот моя табличка, где у меня здесь есть, кроме разных параметров, еще и длина. Вот, длина, которая у меня получилась, тысяча четыре микрона. Ну, понятно, что я провел не очень аккуратно, поэтому есть некая ошибка, но тем не менее, теперь у нас это расстояние не в неких точках изображения, а уже в реальных микронах. И все измерения, которые я теперь буду проводить, у меня также будут в микронах. Что еще удобное, мы сразу же можем сделать с этой картинкой. Мы можем сразу же поставить здесь мерную риску. Если нам это вдруг понадобится в дальнейшем, то мы можем пойти в меню «Анализ». Это анализ изображения. Дополнительное приложение «Tools». И здесь внизу есть вот такой пункт, называется «ScaleBar», калибровочная линия. Нажав на него, мы можем с вами сразу же поставить здесь значение, которое мы хотим. Во-первых, цвет. Ну, здесь, конечно, черное нам лучше. Во-вторых, расстояние. Сколько мы хотим микрон. Ну, пускай будет 250, чтобы она покрасивее выглядела. Ну, шрифт, цвета. На этом останавливаться не будем. Здесь, понятно, можно любые придумать. И расположение по требованию журнала, где журнал требует расположить вашу эту мерную линейку. Чаще всего, конечно, это будет нижний правый угол. Говорим «Окей». И вот у нас теперь есть линейка, которую мы на самом деле пока можем переносить. Она не прошита на изображении, она лежит на так называемом overlay, на еще одном слое поверх изображения. Если мы теперь собраним эту картинку в виде тифа, у нас сохранится она именно в таком виде. Она будет откалибрована. После открытия у нас калибровка сохранится. У нас останутся возможности вот этого перетаскивания калибровочной линии, если нам понадобится. Ну и, соответственно, таким образом мы сможем с ней работать. То, что касается калибровки простой, это, наверное, все, что можно рассказать. А вот калибровка более сложная потребует от нас профессиональной измерительной линейки для микроскопа. Выглядит она вот таким уже образом. Как видите, здесь линейка есть и по X, и по Y. Она размечена более четко. И на самом деле на этом слайде, кроме линейки, есть еще такая же сеточка. Просто квадратики. Для чего это нужно? Дело в том, что в некоторых случаях увеличение вашего микроскопа по X и Y может немножко различаться. За счет того, что камера может иметь не квадратные, а прямоугольные точки. Это так называемое соотношение сторон точки камеры. И, к сожалению, на старых камерах видео, которые не вот теперь специально для микроскопа, а раньше были так называемые камеры видеозахвата, у них точка была не квадратной, а прямоугольной, что требовало от нас определенной осторожности в калибровке. Здесь же на такой линейке мы можем сделать калибровку сразу же по двум осям и по X, и по Y, и узнать, есть ли у нас разница для наших точек по соотношению сторон. Дальше нам это с вами понадобится для того, чтобы это соотношение сторон учесть. Возвращаемся к нашему слайду про калибровку. И последнее, что я еще не успел рассказать, это вот это вот соотношение сторон, aspect ratio, что называется. В идеале мы хотим, и в принципе в большинстве случаев это и получается, чтобы у нас наша точка была ну, как минимум квадратной. Тогда у нас ее стороны одинаковые, единичка и единичка. Для некоторых камер, для видеокамер, например, старых, соотношение сторон могло быть немножечко другое. Ну, к примеру, опять же, на видеокамерах другие будут значения. К примеру, если у вас будет 1 и 2, тогда вам придется поделить единицу на двойку, и соотношение сторон у вас будет 0,5. Либо наоборот у вас будет здесь, скажем, две никаких единицы, здесь одна единица, ну, и тогда соотношение сторон у вас будет равно 2. Если вдруг у вас такая ситуация, и вы проверили калибровку по x и по y, увидели, что она различается, вы можете в это окошко ввести значение, поделив x на y. И таким образом, вот это вот соотношение сторон будет учтено программой при измерении расстояний, площадей, периметров, ну, или другой морфометрии. То есть, на самом деле, даже если у вас точка не квадратная, это, в общем-то, не так страшно, это можно учесть. Что еще бывает на таких линейках, которые можно купить? Очень удобная линеечка – это линейка, когда у вас просто расчерчены абсолютно ровные линии. Что дает возможность сделать такая линейка? Просто такая клеточка. Она дает возможность оценить на вашем объективе ту самую дисторсию бочка и подушка. Вы можете померить площадь каждого из этих квадратиков и сравнить их. Если площади квадратиков всех равны, и это можно сделать в программе автоматически, есть специальные макросы готовы, есть плагины, в общем-то, можно даже ничего самим не писать. Если площади этих квадратиков равны, вы знаете, что у вас увеличение и на краю вашего изображения, вот в этом квадратике, и в центре вашего изображения равны. То есть, у вас нету дисторсии в виде бочки или подушки. А это означает, что вы можете все ваше поле зрения, вашего микроскопа, которое у вас получилось, использовать для работы. В случае же, если у вас площади эти различаются, вы можете посмотреть, а спасет ли ситуацию, скажем, использования только центральной части поля зрения. Вполне возможно, что в центральной части поля зрения эти дисторсии выражены гораздо слабее. Вы можете здесь работать, считать без каких-либо сложностей. Ну и на самом деле есть дополнительные плагины, дополнительные дополнения к этой программе, которые позволяют, получив такую картинку и зная коэффициент разницы площадей для вот этих вот двух точек, центральной и периферической, вашу картинку просто пересчитать, чтобы вернуть ее вот такое ровное положение, на котором вы можете уже производить подсчеты. Таким образом, мы с вами разобрались с калибровкой и теперь имеем право проводить при необходимости измерения ручные. То есть мы можем вручную, скажем, провести линию, обвести объект или каким-то другим образом выделить то, что мы хотим и померить. Я думаю, что не стоит на этом подробно останавливаться. Мы сейчас попробуем с вами сделать такое измерение на какой-то картинке, откалиброванной, может быть, даже на том же самом измерении, не знаю, каким-нибудь клетки возьмем. Сейчас посмотрим, что у меня есть. И я покажу это очень бегло. Значит, вот у нас есть наша программка FIGEM. Вот у нас есть откалиброванное изображение, продан откалиброванное в данном случае в сантиметрах, и мы можем измерить площади, обведя что-то, например, вручную. И дальше идем в анализ, измерение, и вот здесь измеряются все параметры той части, которую мы выделили. Мы можем выделить, естественно, линиями прямыми, если что-то так удобнее выделять, точно так же померять. Анализ с Мэжа, либо Ctrl-M. Ну, в общем, здесь можно измерения уже делать любые, которые мы захотим. Чаще всего, если у вас программа только что установлена, у вас здесь будет очень небольшое количество измеряемых параметров. Где эти измеряемые параметры можно поменять? В меню результатов есть такой подпунктик Set Measurements. Использовать определенные измерения. Если вы выберете, у вас откроется меню, где вы можете выбрать, что именно вы хотите мерить на вашем изображении. Я хочу только сказать, что очень полезным является вот этот кусочек, который называется Display Label, который в табличке показывает вам, с какого изображения вы производили измерение. Потому что вы можете намерить с какой-то одной картинки, открыть еще одну какую-то картинку, на ней что-то еще намерить. Но это все может быть тогда в одном файле. Вы тогда сможете всегда вернуться к этому измерению. Еще один момент, который может быть полезен при таком измерении, это сохранение выделенных областей. Например, вы их выделили, хотите к ним вернуться. Для этого есть так называемый менеджер выделений. Давайте еще что-нибудь я выделю. И дальше я могу добавить его в так называемый менеджер выделений. Меню Edit, меню Selection, и здесь есть Selection Manager. Собственно говоря, вот можно прямо в него добавить это измеренное значение. Чем удобен этот Selection Manager? Вы можете намерить много всего, чего хотите, нажимая каждый раз после этого NPR Alt T, добавляя это в ваш менеджер выделений, и дальше вы всегда можете вернуться к этим исходным значениям. Либо вы можете их все выделить целиком и измерить. Нажав кнопку здесь Measure, видите, все эти выделения я сразу же померил. И они у меня сразу оказались в табличке. То есть это способ, скажем так, более организованной работы с измерениями. Что еще может быть удобно для измерений? Например, вы считаете какие-нибудь клетки. Давайте я попробую найти какую-нибудь картинку, где у меня есть клетки. Здесь есть еще один инструмент, который позволяет вам в этот же менеджер их деление, если хотите, добавлять точки. То есть мы можем взять вот в этой меню точки, MultiPoint называется, и просто, когда мы меряем, прокликать все измеряемые нами количественно объекты. Чем это удобно? Когда считаете вручную, те места, которые вы пометили, они у вас уже отмечены, вы их второй раз не посчитаете. И, соответственно, это все можно сохранить, это можно посчитать, координаты каждой точки у вас указаны, и еще один важный момент, это то, что вы можете теперь вот эти выделения, которые вы сделали, отдельно сохранить и держать их вместе с картинкой. То есть, например, если вы желаете потом с этим изображением работать, вы можете загрузить ваше выделение еще раз и, собственно говоря, продолжить работу, прерваться, например, на какой-то момент, где выделение для этой картинки можно сохранить. Дополнительно сохранить. Они сохраняются в виде архива, дип-архива, вот такой файл с решением ROI, и его можно заново открыть, точно так же через дополнительно и open и вернуть наши исходные, померенные нами на нашем объекте выделения. Это крайне удобно. Как видите, в ручном измерении можно подсчитывать и количество, и углы, и площади, и все, что нам заблагорассудится. Если же у нас изображение еще к тому же откалибровано, то измерения, которые мы с вами будем проводить, они будут в реальных единицах измерения, а не в неких точках изображения. Но, согласитесь, пользоваться ручными измерениями постоянно не очень удобно, потому что если у нас очень много объектов, мы хотим получить хорошую статистику, возникает сложность. Сколько мы можем за день таких отдельных объектов измерить или посчитать, или сколько человек нам нужно посадить, чтобы такие измерения провести. Поэтому, конечно же, мы будем с вами в этом курсе рассматривать выделения, которые можем получить автоматически. То есть идея автоматических подсчетов будет на самом деле несложной. у нас есть некое изображение, на котором после обработки мы получили очень хорошую контрастность между объектами, которые мы хотим измерить, и фоном. Теперь мы можем сказать программе, что все, что ярче определенного значения, это объект, все, что темнее, это фон. И более того, мы можем сказать программе, что мы заинтересованы в данном изображении только в округлых предметах, в ядрах. Красители, которые на самом деле красят и клетки, и ядра, скажем, нас интересует, так как это краситель по мислю, то клетки это нейроны, ядра, естественно, это ядра нейронов и глии. И если мы заинтересованы только в ядрах, предположим, глии, мы можем сказать программе, что из этих объектов мы хотим посчитать только округлые объекты с определенной степенью округлости. И вот, что мы получим. Видите, те же самые выделения, которые мы можем посчитать и получить наше изображение. Самый сложный этап и самый такой этап, который на самом деле зависит от препарата, это этап вот этого самого перехода, когда вам нужно от вашего изображения получить сегментацию. И на этом мы будем останавливаться более подробно. Потому что, если вы смогли получить вот такую сегментированную картинку, и у вас все ваши объекты еще хорошо сегментированы, разделены, нет перекрывающихся объектов, то получить с нее любые данные никакого затруднения уже не вызывает. А если у вас картинка плохо сегментируется, понятно, что вы не можете ничего с вашими данными, к сожалению, сделать. Поэтому, прежде чем перейти к такому автоматическому подсчету и сегментации, нам нужно поговорить о изменении яркости, контрастности изображения, математических действиях над изображениями, чтобы мы могли с вами получить очень ровное поле освещения на препарате. Ну и известные вам действия над изображением, это яркость, контрастность и гамма, нам необходимо чуть-чуть подробнее рассмотреть, потому что, к сожалению, многие из них могут приводить к потере данных. Предположим, что у нас некая картинка, мы ее с вами открыли, и хотим поменять для начала яркость. Что это означает? Мы с вами будем говорить о вот таких графиках, где по одной оси у нас будет исходная яркость изображения, по другой оси яркость изображения полученная в ходе нашей обработки. И понятно, что если мы никакой обработки не сделаем, то исходная и полученная яркость у нас будут совершенно одинаковые. То есть, такой график будет описываться линией с началом в нуле под 45 градусов наклоненной, что подали на вход, то получили на выходе. Теперь, если мы наше изображение делаем темнее, на самом деле мы эту линию график просто сдвигаем. И здесь вроде бы ничего страшного, никакой потери данных у нас не произошло. Но посмотрите вот на этот участок. Все значения меньше вот этой яркости мы просто приравняли нулю. Таким образом, мы данные здесь на самом деле потеряли. Второй момент. Если мы теперь наоборот делаем изображение ярче, мы сдвигаем эту линию вот в эту сторону, и да, мы начинаем теперь не с нуля, естественно, у нас яркость здесь теперь больше, но вот все эти остальные данные, начиная с этой яркости, мы приравняли максимально возможное, 255, например. И понятно, что при таких действиях у нас происходит потеря данных. Если мы потеряли данные в значимых участках, ну, посчитать что-то мы уже не сможем. Пример. Изображение вот с такой гистограммкой. Как видите, нету значений вот в этих двух областях, и в принципе мы имеем право на самом деле поменять яркость или контрастность так, чтобы вот эти данные, которых на самом деле здесь нет, убрать. То есть перемасштабировать нашу картинку, чтобы у нас 26 это было, условно говоря, нулем, а 216 было, условно, 255. Ну, как бы растянуть шкалу, на которой эта картинка находится. А второе действие, которое мы тоже очень часто делаем, это так называемая контрастность. Мы делаем изображение более контрастным или менее контрастным. К такому же графику, если возвратимся, у нас опять же есть с вами исходная яркость, у нас есть полученная яркость, и в данном случае контрастность это угол наклона этой линии. Если мы контрастность увеличиваем, мы сюда ее наклоняем, если уменьшаем, сюда. И обратите внимание, что в случае, если мы контрастность увеличиваем, мы можем потерять данные очень легко. Вот они, данные, которые мы с вами с исходной яркостью приравняли к максимально возможным, 255. А вот при уменьшении контрастности потеря данных не столь очевидна, но давайте попробуем посмотреть, что будет происходить, если этим расчетом будет заниматься компьютер в целых числах. Ведь на самом деле компьютер все расчеты проводит в целых числах, и то, что вы получаете в так называемых числах с плавающей точкой или запятой, это на самом деле те же самые расчеты, проводящиеся в двоичной системе, но со специальными ухищрениями, которые позволяют нам работать с такими числами. Ну и самый простой вариант. Мы взяли нашу картинку, у которой, например, яркость какой-то точки равна 3. Или даже чуть-чуть проще, давайте начнем с того, что возьмем точку, пускай у него будет значение побольше, пускай у него значение будет на самом деле 10. И мы с вами вначале контрастность этого изображения уменьшили, поделили 10 на 3, а потом контрастность нашего изображения увеличили, на такое же количество умножили на 3. С точки зрения формальной математики мы должны были получить то же самое 10. Но компьютер работает в целых числах. Поэтому здесь он получил, естественно, при таком делении 9, 9, 9, 9, 9. Ну, извините, 9, это я немножко запутался, забежал вперед. Значит, мы получили 3 и 3, 3, 3, 3, 3, 3, что для компьютера дальше привело к округлению до 3. Дальше мы это умножили на 3, ну и получили в результате уже не 10, а 9. Предошла потеря данных, как видите, за счет вот этого вот округления. Поэтому если мы изменяем на самом деле контрастность, потеря данных возможно также в оба направления. Как можно избежать такой значимой потери, потому что, согласитесь, 10% от яркости, которую мы потеряли, это достаточно много. Ну, во-первых, можно использовать изображение с большей разрядностью. Если мы, например, здесь получили 10 для 8-битного изображения, положим 8 бит, да, и у нас все яркости от 0 до 255 представлены, то давайте предположим, что мы теперь с вами работаем с изображением 12 бит. Все яркости у нас представлены теперь от 0 до 4096. Ну, и, соответственно, это наше 10 стало бы в этой системе уже не 10, а значением гораздо больше. Ну, понятно, что мы просто домножить на, возвести в степень просто так не можем в 4. Ну, предположим, что это будет, например, уже не 10, а, скажем, какая будет для удобства, не знаю, 100, к примеру. И если мы теперь работаем в такой системе, то у нас теперь это значение 100, мы его с вами делим на 3, умножаем на 3. И если мы работаем в целых числах, то на самом деле то, что мы получаем, 33 и 3 умножить на 3, у нас получилось 99 уже. Согласитесь, 99 – это потеря всего 1% от 100, и, в принципе, мы уже улучшили с вами качество работы с картинкой, мы гораздо меньше теряем информации. Но на самом деле есть еще один вариант – это так называемые числа с плавающей точкой. Числа, к которым мы привыкли, когда говорим о каких-то научных величинах, когда у нас есть некое число, умноженное на 10 в некой степени. Понятно, что перед степенью и перед числом может быть еще знак плюс или минус, и вот такие числа называются числами с плавающей точкой. Соответственно, х, здесь у нас может быть сколько-то знаков. Предположим, мы нашему компьютеру сказали, что из 32 битов, которые мы относим под это число, какое-то количество бит мы относим под само по себе представление вот этого числа. Предположим, мы отнесли, не знаю, пускай у нас будет, например, 16 бит. Конечно, в реальности другое число, но для интереса. И еще один бит с вами отнесли под знак. То есть у нас, скажем, 17 бит используется под эту часть. Конечно, в стандарте IEEE про плавающие точки там другие значения, это только для общего объяснения. Таким образом, один бит у нас кодирует единица или ноль, плюс или минус. 16 бит, максимальное значение 65, 65, 5, 3, 5. То, что может быть. И мы, например, говорим, что после первого разряда мы как раз будем считать, что у нас будет запятая. То есть вот число, которое мы можем тогда закодировать. И после этого мы можем сказать, что у нас умножить на 10 и из оставшихся бит взять еще один бит теперь на знак плюс или минус перед степенью, а оставшиеся биты на представление степени. Согласитесь, таким образом можем представлять очень большие и очень маленькие числа очень эффективно. Конечно, распределение разрядов в реальности немножечко другое для 32-битного. Но что это означает? Предположим, мы теперь в числах с плавающей точкой сделаем точно такое же вычисление, где у нас будет потеря данных, округление будет, но эта потеря данных будет небольшой. Например, мы точно так же, пускай у нас будет 10, точно так же делим на 3. И получаем в итоге в этом случае уже не 3, 33, а 3 и сколько разрядов мы задали вот здесь вот под эту часть, умноженное на, скажем, 10 в нулевой степени. Но ошибка уже гораздо меньше стала. И если мы теперь это, опять же, умножим на те же самые 3, мы с вами получим 9, 9, 9, 9, 9, зависит от того, сколько там разрядов задано, опять же на 10 в нулевой степени. То есть потеря у нас будет меньше 0, 0, 0, 1 процента. Таким образом, если мы работаем с нашими изображениями в режиме с плавающей точкой, мы можем значительно уменьшить потерю данных, если нам это критично. Например, где это может быть критично? Если мы работаем с ракиометрическими изображениями, если мы работаем с изображениями, где у нас интероптическая плотность посчитана для каких-то важных нам объектов. То есть везде, где нам нужно сохранить численное представление, точное изображение. Как это можно сделать в программе? В программе Fidget есть возможность любое изображение, которое вы открыли, перевести в разную битность. Например, давайте я открою некую картинку, любую. Предположим, да? Она 8-битная. И если я буду сейчас менять яркость и контрастность, это изображение, Adjust, и вот она Brightness, Contrast. Здесь мы можем теперь менять яркость и контрастность. Причем, заметьте, программа сразу же рисует вам график. На самом деле, даже не график, скорее, а гистограмму распределения яркости и количества точек. Я могу здесь поменять контрастность, но понятно, что при этом будет потеря данных. Что в одном случае, что в другом. Если я перед этим попробую изображение перевести в 32-битный формат. Изображение, тип, 32 бита. И попытаюсь сделать теперь то же самое. Just Brightness, Contrast. То посмотрите, у меня значения, видите, появились садистичные точки. Если я теперь буду что-то менять, у меня потери данных будет гораздо меньше. Таким образом, мы можем для обработки переводить изображение в большую разрядность, обрабатывать там. Ну, а еще один важный момент. На самом деле, наш человеческий глаз способен увидеть где-то в районе, ну, опять же, статьи разные. Будем считать по максимуму 120 оттенков яркости одного цвета. Понятно, что данные, которые мы получаем, могут иметь больше градаций, значений. И такими данными может являться, например, компьютерная томография. Опять же, я открою пример компьютерной томографии 16-битного изображения. И, как вы видите, здесь очень много яркости, но мы их, к сожалению, все увидеть не можем. И мы можем использовать так называемое окно. То есть, мы можем сказать компьютеру, чтобы он исходные данные не портил, а вместо этого применял некий фильтр перед показом этих данных на экране. Чуть подробнее об этом еще сейчас расскажу. Но точно так же можем сказать изображение, adjust. И здесь вместо яркости и контрастности использовать так называемое окно и уровень. При этом мы можем получить гораздо больше информации о нашем изображении. Например, взять только ту часть, которая нас интересует. И увидеть наш препарат уже в лучшем виде. Но при этом, если мы не будем применять эти значения, у нас исходные значения яркости останутся неизмененные. Мы можем всегда к ним вернуться. То есть, это только действует на это изображение, как оно показывается для нас на экране. Но не на реальные значения изображения, записанные в файле. Если нас не интересует обработка изображения именно для работы с ним, а просто для просмотра, мы можем пользоваться вот такой вот функцией. Ну и возвращаясь сюда к яркости, контрастности и гамме. Значит, кроме контрастности и яркости, у нас еще есть такая функция, которая называется гамма. И она позволяет нам изменять контрастность неравномерно. Например, у нас есть препарат, где нас интересует только значение, которое находится в самых-самых ярких областях нашего препарата. Ну, может быть, такой препарат, например, темный. Можем применить гамму больше единицы. И вот эти яркости, посмотрите, исходных у нас было немного, а полученных стало много. То есть мы перемасштабировали вот эти небольшие значения исходной яркости нашего изображения вот на такую громадную часть полученных. Или наоборот, нас может интересовать то, что находится в ярких областях нашего изображения. Тогда у нас гамма должна быть меньше единицы. И тогда получается, что мы вот такое значение яркости небольшое исходных перемасштабировали вот на такое громадное значение яркостей полученных. Что позволяет нам, в отличие от изменения яркости и контрастности, не потерять вот эти данные, которые либо здесь, либо здесь мы отрезали, а просто перемасштабировать, сделать картинку, у которой лучше видны детали либо в тенях, либо в светлой части. Понятно, что применение гаммы это, ну, мягко скажем, действие под вопросом. Конечно, его можно применять для того, чтобы лучше что-то увидеть, для демонстрации, скажем, на проекторе. Но при публикации в статьях нужно тогда описывать, что к изображению там была принята гамма, например, с такими-то параметрами. Тут, к сожалению, просто так это использовать нельзя. Ну и теперь мы можем с вами перейти к подготовке изображения к работе с автоматической сегментацией. Проблема, которая здесь есть. Изображение, которое мы снимаем, часть всего выглядит как-то вот так. У нас есть так называемое винетирование края изображения, более темное, чем центр. И это на микроскопе, который точно, абсолютно выровнен по освещению. Здесь сделана настройка по келлеру. Микроскоп в рабочем состоянии, нормальный. Ну, это особенности оптики. Края изображения в большинстве случаев будут темнее, чем центр. Если мы снимем с вами препарат в том месте, где нет интересующих нас объектов, то мы увидим вот такую же картинку, да, поле, где есть неровность освещения, но нету наших объектов. А на самом деле, так как наше изображение это не что иное, как просто таблички данных, мы можем при наличии желания эти изображения подвергать математической обработке. Можем одно изображение с другого вычесть. Или поделить эти изображения друг на друга. Или умножить. Или на самом деле сделать деление с инверсией. Так называемую разницу посмотреть между картинками. Обратите внимание, из этих картинок, вот эти две картинки, наиболее интересны тем, что мы фон с изображения убрали. Однако, есть некоторая разница. В случае, если вы просто вычли одну картинку из других, посмотрите, что стало с объектами, лежащими на темной части изображения. А если мы поделили, посмотрите, она осталась практически сохранной. Почему это произошло? Это произошло, потому что оптическая плотность, это на самом деле логарифмическое значение. Давайте я попытаюсь это отдельно объяснить сейчас. предположим, что у нас есть некий объект, который поглощает 50% света. 100% света мы с вами подали. Если мы за этим объектом разместим еще один объект, который тоже 50% света будет поглощать, то на вход этого второго объекта идет уже 50% исходного света, значит, на выходе у нас получится 25%. И понятно, что если мы теперь вычтем просто одну картинку из другой, мы не вернемся к этим 100%. А если мы будем делить, то операция деления позволит нам убрать вот это вот неприятное. При этом, что... Так. Ну-ка. У меня звук пропал. У меня звук пропал. Компания. В сети. Ага. И сети выкинула. Ну, бывает. Это мы уже проходили. Я, наверное, даже запись обрубать не буду. Сейчас вернется через 2 минут. Так. Ой, простите. Ну ничего, ждем. О, ну ничего. Сейчас, как назвало, кажется, что это надолго в этот раз. Продолжение следует. Ну что, что ты будешь делать? О, вернулся. Ну-ка, ну-ка. Так. Ага. Прекрасно. Прекрасно. Меня слышно? Да, хорошо. Тогда давайте посмотрим, на каком месте мы прервались и с этого же места продолжим. Почему нужно делить изображение, а не вычитать? Я успел рассказать? Только начали. Хорошо. Значит, возвращаясь тогда к тому, почему мы с вами делим, а не вычитаем изображение объекта и фона. Дело в том, что если мы разместим два объекта, один объект у нас будет, например, это, собственно говоря, нервномерность вот этого освещения, вот это вот наш слайд, где нет объектов, но есть темные края. И если у нас теперь на этих темных краях еще есть какой-то объект, который нас интересует, то ситуация выглядит следующим образом. У нас есть первый объект, который пускай будет для удобства 50% света, всего лишь пропускать это вот это место на препарате, то есть, собственно говоря, просто нервномерность освещения. И у нас есть наш объект, который нас интересует. Вот для удобства тоже сделаем 50%. И в итоге у нас через такую группу объектов пройдет только 25% исходного света. Если мы теперь с вами просто вычтем из 25-50, понятно, 100 мы никогда не получим. Но так у нас в два раза изменилась яркость, то, соответственно, поделив в данном случае эти два препарата, мы сможем вернуться к яркостям, которые были бы для этого объекта. В случае, если бы у нас не было нашего фона. Таким образом, возвращаясь к картинкам, чтобы это визуально увидеть, вот эти наши эмбриончики, группы эмбриончиков, лежащие вот здесь, на месте, где достаточно много затемнения. Если мы просто вычитаем две картинки друг из друга, они станут слишком светлыми. Мы очень много из них лишнего уберем. Если же мы их поделим, посмотрите, они стали достаточно хорошими по яркости, то есть в принципе сопоставимы с яркостями исходными. И мы можем таким образом с ними работать. Действие это количественное, цельное. Мы можем после этого изображения при необходимости считать. То есть мы здесь никаких искажений не внесли. Но у нас осталась еще одна проблема. Это сама по себе камера. К сожалению, когда мы говорили с вами о шумах камеры, я делал такое отступление с тем, что разные точки камеры немножечко по-разному эффективны. Какие-то точки камеры будут больше шума накапливать. То есть даже когда мы никакого изображения на нашу камеру не подаем, с этих точек мы получим какое-то небольшое значение. Сколько-то отчетов, ну скажем так, темнового тока, то что называется. Другие точки будут менее подвержены этому влиянию, накапливать будут меньше. Если мы хотим теперь убрать и этот дефект изображения, то нам придется использовать вот такую вот формулу, представленную пока в визуальном виде. У нас есть изображение нашего препарата вместе с изображением фона и вместе с дефектами камеры. Дефекты камеры будут проявляться при такой же выдержке и такой же съемке всегда одинаково. Поэтому они просто складываются с нашим изображением. Поэтому мы их можем вычесть. Здесь, к сожалению, не видно, но на самом деле вот есть отдельные несколько точек. На этой камере нашей, на нашем микроскопе, ну скажем так, более ярких. Они, конечно, не совсем битые, но есть у них такая неприятность. Я пытаюсь их просто обвести, чтобы их было лучше видно. Вот, наверное, теперь на презентации их тоже видно более-менее хорошо. Их не очень хорошо видно на исходном изображении, но на самом деле, поверьте, эти точки действительно, если вы увеличите картинку, там будут чуть-чуть более светлыми. Светлыми. Второе, что мы можем с вами получить. Мы с вами можем получить изображение, где нашего препарата нет. Обязательно использовать это же покровное стекло, это же предметное стекло. То есть мы не можем просто вынуть из микроскопа препарат. Нам нужно найти на препарате место, где у нас нет никакого мусора. Либо, как я потом расскажу, сделать несколько снимков, где этот мусор, скажем, передвигается. И при помощи нехитрой математической операции получить изображение как раз вот такого фона. И из этого изображения фона нам также нужно вычесть погрешенности камеры. Так называемый темный кадр. Но после этой операции, смотрите, что получается. Предположим, что у нас для нашего фона, для какой-то точки, значение будет 140. Для этой же точки, если у нас есть еще и препарат, значение будет, скажем, 100. Понятно, что если мы теперь с вами поделим 100 на 140, значения у нас все будут меньше единицы. Если же у нас какая-то точка совпадает со значением дословно, скажем, и здесь, и здесь есть точка, у нас, скажем, значение 200 и 200, мы получим значение равное единице. То есть после такого деления, значение, которое мы получим, это значение от нуля до единицы, отнормированное. Самая яркая точка у нас будет равна единице, самая темная точка будет равна нулю. Ну, понятно, что ближе к нулю, она будет стремиться к нему, конечно, нуля никогда не достигнет. И чтобы вернуть нашу яркость изображения к исходным, нам нужно сделать еще одну вещь. Нам нужно посчитать общую яркость нашего препарата до того, как мы провели все эти действия. И домножить на это значение. Предположим, здесь значение, которое нужно домножить, понятно. Мы можем посчитать для этого препарата, оно будет где-то в районе 100, например, 160, если быть точным. И что получилось? Мы пересчитали в этой формуле на все значения от нуля до единицы. Мы домножили на исходное. У нас теперь максимальное значение получится по 160, минимальное – ноль. И мы получим с вами картинку, у которой вот эти неприятности с краями изображения устранены. После того, как мы посмотрели на эту формулу визуально, давайте теперь поговорим о получении каждой из картинок для того, чтобы мы могли наше изображение к такому формату привести. Сырой кадр. Это кадр, как раз где у нас есть и погрешности освещения, и наш препарат. Ну и, соответственно, плохо работающие точки матрицы. Тут снимаем, как нам необходимо, чтобы у нас была соответствующая выдержка, соответствующая чувствительность, чтобы мы получили изображение, при котором у нас нет точек, условно говоря, жаргонно пересвеченных, жаргонно недосвеченных. Потому что у меня была потеря информации ни в одной ни в другой части. Пустое поле – это кадр, содержащий изображение без препарата. То есть это нейромерность освещения, это шум, ну, соответственно, нервоспособные точки нашей камеры, условно говоря, темные и светлые точки. Для того, чтобы это изображение было хорошим, его нужно статистически обработать. Нам нужно таких изображений снять несколько и получить из них лучше всего медиану. Потому что шум в любом случае будет, в любом случае значения для каждой точки будут немножечко меняться, но наиболее часто встречающееся значение – это на самом деле значение, которое, в общем-то, от этого шума как раз и избавлено. Такой пустой кадр будет годен для того же режима съемки, в котором вы сейчас находитесь. То есть если вы снимаете несколько препаратов при том же самом режиме камеры, фокуса, объектива, конденсор, то есть ничего не меняете на вашем микроскопе, в это пустое поле, этот пустой кадр можете использовать несколько раз. Ну и темный кадр, последнее, что нам тоже нужно получить – это изображение, полученное при закрытой шторке камеры. Вы просто шторку на камере закрываете, делаете при такой же выдержке много кадров, их теперь уже усредняете, а не медиану берете. И, в принципе, на камере новые точки биты практически не появляются. То есть вы можете использовать такой темный кадр для такого режима работы камеры столько раз, сколько вам потребуется. Единственное, так как этих шумов, ну, скажем так, не очень много, нужно снять, ну, хотя бы 50 кадров темных, сделать из них теперь усреднение и использовать такой темный кадр для подсчетов. Давайте я попробую показать, как это делается в программе и объяснить еще одну интересную вещь. Предположим, а это часто бывает, что у нас на препарате нет свободного места без грязи, пыли или препарата. Ну, понятно, это очень часто. Что мы можем сделать? На самом деле мы можем снять много кадров, каждый раз перемещая нашу поверхность препарата, ну, скажем так, с пылью. Предположим, у нас есть новое поле зрения, второе поле зрения с нашего препарата, третье поле зрения с нашего препарата, ну, скажем, четвертое, понятно, что их нужно хотя бы 25 было бы сделать в таком случае. У нас есть какая-то грязь на первом. Мы переместили препарат, причем снять второе поле зрения, оно переместилось, скажем, сюда, Мы переместили это выше, она переместилась, скажем, сюда. Переместили ниже, переместилась сюда. У нас есть четыре картинки. Что мы можем теперь с ними сделать? Мы можем эти картинки положить друг на друга в так называемую пачку или стек изображений. Так, чтобы каждая точка в этом стеке соответствовала этой же точке по координатам других изображений в пачке. То есть у нас получился многомерный массив. У нас есть теперь x, y и некая z. Теперь, так как у нас эти точки, они не повторяются между нашими изображениями, можем использовать статистическую функцию, использовать, например, медиану или, если хотите, моду. Ну, медианы чаще используются. Что такое медиана? Это наиболее часто встречающееся значение. Возвращаемся к нашим картинкам исходным. И берем какую-то точку, которую хотим посмотреть. Скажем, вот эту. Вот она на этой картинке, вот она на этой, вот она на этой, вот она на этой. Понятно, что наиболее часто встречающимся значением будет вот это пустое значение, где объекта на самом деле нет. И если мы теперь возьмем наш стэк изображений и получим из него после медианы картинку, то в получившейся картинке у нас останется только то, что на всех изображениях повторяется. То есть, вот этих вот точек этой грязи уже не будет. Мы получим с вами действительно вот этот вот с затемненными краями фон, который мы дальше можем использовать уже для вычитания. То есть, если вы хотите получить такой фон с грязного препарата, делайте много снимков, хотя бы 25, да, желательно 25. Я сейчас покажу, как мы это обрабатываем в программе. Делаете стэк, получаете медианное изображение. И это медианное изображение уже можно использовать для получения в данном случае изображения хорошего, красивого. Я попытаюсь сейчас показать это на живых препаратах, не демонстрационных, поэтому они, скажем так, сняты не очень хорошо. Но зато это будут настоящие изображения, с которыми мы работаем. Открываем опять нашу программу. Сейчас я найду наши картинки большие. И проблема в том, что у меня эти картинки на самом деле лежат в папке, и они у меня пронумерованы. То есть, выглядит эта папка вот так. Я снимал с микроскопа картинки, они шли друг за другом. Сами по себе картинки не очень, мягко скажем, презентабельные. Это просто вот такой вот препарат с грязью. Видно, что камера эта, которая у нас в ресурсном центре, немножко смещена. С краю есть полоска, есть затемнение. Но, в общем-то, так как у меня таких картинок много, я могу их в нашей программе открыть через файл, импорт и последовательность изображения. И это открытие позволит мне все картинки, которые здесь находятся, друг за другом открыть. Она нашла, что у меня в папке 21 картинка. Она у меня спрашивает, с какой начать, какой закончить. Я могу, скажем, открыть каждую вторую, каждую третью картинку. Она спрашивает, нужно ли мне что-то с ними делать. Нет. И вот еще одна галочка, которая может быть важной, это сортировать эти картинки в пачке. Либо буквенно, либо численно. Чуть-чуть подробнее расскажу, что это такое, позже. Значит, открываем наши картинки. Они большие, настоящие, поэтому это будет немножечко небыстро. И они, как видите, открылись уже в виде вот такого стека. То есть я могу по этим картинкам идти, и видно, как у меня перемещался препарат при съемке этих изображений. Видно, что все изображения немножко такие мятые, есть пыль, есть грязь. Но я могу теперь эти картинки подвергнуть математической обработке. Для этого пойти в изображение, в стеки, и в стеках сделать Z-проекцию. Я же хочу сложить друг на друга, используя определенную функцию. Это как раз и будет Z-проекция, либо вертикальная проекция, если у кого-то русская программка находится. С какого по какой срез, меня все интересуют. Вернее, в данном случае не срез, а изображение в пачке. И какую функцию я хочу применить. А я хочу применить медиану. И сказать окей. Опять же, так как картинки настоящие, это будет небыстро. Все-таки 60 мегабайт. 640 полный стек, ну понятно. Вот картинка, которую я получил. Заметьте, на этой картинке нету вот этих отдельных пылинок. Но зато есть погрешности освещения камеры и есть несколько пылинок, которые находятся на самой камере. То есть, которые не менялись при перемещении моего препарата. Ну, а теперь я могу открыть исходное изображение, которое я хочу скорректировать. Какое-нибудь из многих. Ну, например, вот это вот изображение. Пускай оно будет. И я могу на самом деле эти два изображения поделить друг на друга. Каким образом это сделать? У нас есть в меню процесс калькулятора. Обычный калькулятор изображения. И есть еще некий калькулятор плюс. Калькулятор плюс нам удобнее тем, что он позволяет не просто поделить, умножить. Создать некую формулу, по которой мы хотим каждую точку изображения пересчитать. И мы можем задать с вами изображение первое, которое мы хотим с вами взять. Например, изображение нашего препарата или фона. Кстати, вот тоже вопросно подумать, что на что мы должны с вами делить. Препарат на фон или фон на препарат. Фон у нас называется мет-бг. И формула, которую мы можем использовать, это деление с коэффициентами. Почему я использую эту формулу? Потому что я могу сразу же домножить на известную мне яркость этой картинки. 160. Она у меня средняя. И получить теперь изображение картинки, где у меня произведено вычитание фона. Вот картинка, которая у меня получилась. Заметьте еще один интересный момент. Так как картинка была цветная, у меня было не очень правильно на камере настроен баланс белого. Белый цвет у меня таким розовым выглядел. А при таком подходе я получил серый фон. Так что я бесплатно получил еще и, ну скажем так, корректировку баланса белого для камеры. Сравним картинку, которая была исходная, картинку, которая получилась. Ну, я думаю, слов для описания здесь много и не нужно. Мы смогли восстановить даже то, что лежит на краю изображения, где была вот такая вот темная полоска. Конечно, здесь произошла потеря данных. И желательно вот до такого состояния не доводить. Можно просто отрезать часть изображения, где не очень достоверно в данном случае данные восстановлены. Но в любом случае изображение теперь имеет очень ровный фон, очень ровный бэкграунд. И мы можем теперь это использовать. В принципе, на сегодняшнем занятии мы, конечно, не успеем до конца макросы разобрать. Но я потом дам готовый макрос, который за вас будет делать практически все эти действия. Давайте попробую показать его в работе для начала, а потом рассказать о том, что на самом деле этот макрос, как его на самом деле можно использовать. У меня есть некоторые изображения, такие вот, сейчас я найду их, в которых есть вот хороший достаточно фон, который будет нам сильно мешать. И вот такие картинки, конечно, нельзя использовать, например, для сшивки, потому что вы видите, что по краям этой картинки очень значимо меняется яркость. У меня эти картинки лежат в определенном каталоге друг за другом. И на самом деле макрос, который мы будем потом разбирать, я его более подробно буду рассказывать, и на самом деле даже пришлю его готовый файл, позволит нам при необходимости сделать то, что мы сейчас только что делали руками. С выделением картинок, выделением фона, вычитанием и так далее, сделать для всех картинок, лежащих в этом каталоге. Если этот макрос мы запустим, про написание макросов мы с вами еще поговорим, то он спросит, в какую директорию мы хотим, в какой директории лежат наши картинки, которые мы хотим обработать. Сейчас я их найду. Рабочие рисунки, FlatField. И здесь, соответственно, они у нас будут лежать в директории исходная source. Он нас спросит, какую картинку мы будем использовать в качестве вот этого вот пустого поля. Он нас спросит, какую картинку мы будем использовать в качестве темного поля. Она у нас уже отснятая, например. Дальше обработает все картинки таким образом, чтобы фон этот был убран. Как видите, картинка фона, картинка темная, картинка получившаяся. В этом же директории уже пересчитаны изображения, в которых уже нету этих погрешностей. И мы можем теперь с ними совершенно спокойно работать. Вот то, что мы с вами получили. Как видите, все картинки теперь абсолютно ровные. На всякий случай я сейчас в чат брошу сам себе файл макроса. Не пугайтесь, мы его будем разбирать. Сейчас он выглядит, конечно, очень ужасно и непонятно. Но мы к макросу еще с вами вернемся. Пока нам придется немножечко пойти дальше, прежде чем мы к макросу сможем перейти. С тем, чтобы как-то завершить наше сегодняшнее занятие на более-менее понятной ноте. Для чего мы с вами делали на самом деле вот это вот выравнивание фона? Выравнивание фона мы с вами делали для того, чтобы мы могли сделать сегментацию изображения. Если бы у нас на этой картинке, например, края изображения были бы темными. Понятно, что выбрав какое-то значение в виде пограничного между фоном и объектом, мы не смогли бы получить вот такое красивое разделение. У нас края здесь были бы со слипшимися объектами. И то, что мы с вами только что сделали, это возможность подготовки изображения для вот такого анализа. Давайте я возьму эту картинку и покажу теперь, как можно эту картинку проанализировать автоматически. Картинка эта доступна прямо в фидже, называется она Blobs. И находится она в примерах, здесь есть OpenSamples и вот пример Blobs. Вот это изображение. И если мы хотим теперь с этим изображением работать, первое, что нам нужно сделать, нам нужно сказать программе, какие значения мы хотим отнести по яркости к фону, а какие мы хотим отнести к объекту. И это можно сделать через меню изображения, Adjust и Threshold. Граничные значения. Посмотрите, автоматически программа очень неплохо рассчитывает эти граничные значения, чтобы были выделены только объект. На самом деле мы можем сказать Apply, применить и получить теперь изображение так называемое бинаризированное. У нас есть только два значения, 0 и 255. При этом 0 у нас это фон, а 255 это объект. Дальнейший подсчет совершенно примитивен. Мы идем в меню Анализ, Анализ частиц. И здесь мы можем сказать, что мы хотим проанализировать. Предположим, что мы хотим сразу же убрать те объекты, которые находятся по краю нашего изображения. Понятно, что объекты рассеченные нам мерить не очень интересно. И добавить все в менеджер выделений, чтобы мы могли потом каждый объект отдельно посмотреть. Все. Теперь можно нажать ОК. И то, что мы с вами получили, это вот такое вот обведение каждого из наших бинаризированных объектов. На самом деле мы можем посмотреть это на исходной картинке. Мы можем перенести эти выделения, нажав на исходную картинку, нажав на менеджер выделений и сняв, поставив галочку Show All. Как видите, теперь наши объекты на нашем исходном изображении выделены. И мы их можем, например, померить. Мы можем выделить все зоны интереса, которые у нас были. Сказать теперь Measure. И табличка, которую мы получили, включает в себя площадь, среднее значение яркости, стандарт клонения яркости и так далее. Причем в этой программе вы можете уже делать и некую первоначальную статистическую обработку. Например, мы хотим посмотреть, на какие размерные классы можно разделить наш объект. Можем сказать в данном случае результаты, распределение, distribution и сказать, что мы хотим посмотреть распределение этих объектов, например, по какому-нибудь показателю. Например, по округлости. Мы хотим, чтобы это было разбито, например, на 6 классов. Нажимаем ОК. И вот разбивка объектов по округлости. Большинство из них округлые, есть совсем круглые, есть вытянутые и очень небольшое количество объектов, например, не являющиеся такие. Мы можем теперь в каждом этом классе эти объекты на самом деле выделить, столько их, например, дальше использовать. Можем посмотреть в логарифмическом режиме, можем получить для каждого бина, который нас интересует, значение. Ну, собственно говоря, вся статистика здесь же. Плюс к этой такой быстрой статистике, наглядной, мы можем в этой же программе попросить просуммаризовать все, что мы получили. То есть для каждого столбца вычислить среднее, ошибку среднего, минимальное, максимальное значение. Например, вот для площади, минимальная площадь одна точка, максимальная площадь 902 точки. Картинка у нас не откалибрована, поэтому все в точках. Среднее отклонение такое, среднее значение такое. Эти данные для более плотной обработки вы можете сохранить как Excel. И в дальнейшем открыть в Excel, в OpenOffice, в любой другой программке. Либо вы можете просто их скопировать, Ctrl-A, Copy, и вставить в любую программу, в которой вы в дальнейшем занимаетесь уже подсчетом измерений. Таким образом, то, что мы сегодня смогли пройти, это обоснование применения различных изменений яркости, контрастности. Это возможности математических действий над изображениями, и это подготовка изображений для возможности автоматической морфометрии. Единственное, что мне осталось чуть-чуть показать, чтобы дать некоторое домашнее задание, чтобы можно было самим попробовать поработать с этой программой и с данными, это показать те самые макросы, каким образом можно заставить программу запоминать действия, которые вы производите, и воспроизводить их. Для того, чтобы можно было макрос начать использовать, вам нужно будет пойти в меню плагина, дополнения, макросы, и здесь есть пункт запись. Теперь программа будет за вами следить. Все, что вы будете в ней делать, в этом окошке будет записано. Давайте ради интереса мы попробуем с вами сделать какую-то обработку изображений и посмотреть, как это будет выглядеть в окошке макросов. Начнем мы с той же самой обработки, которую мы делали. Мы откроем с вами изображение пустого поля. Я его уменьшу, чтобы оно меньше занимало. Мы откроем какое-нибудь изображение нашего препарата. И мы можем попробовать теперь их поделить друг на друга. У нас есть два наших изображения. Мы теперь идем в меню. В данном случае у нас наносит обработка, процесс, калькулятор плюс. Мы здесь можем выбрать как раз-таки деление. На самом деле, я знаю для этой картинки, здесь, конечно, не 210, а 180 где-то должно быть значение. Покажу, как это считается тоже. И скажем, например, после этого, окей, мы делим наш фон на наше изображение. Получаем, так, извините, изображение на фон уже было. Поделитесь, я ошибся. Мы получили с вами вот такую картинку, как видите, обработанную, где нет погрешностей фона. Что сделала программа? Она все наши действия записала. Если вы сюда посмотрите, она записала все окошки, на которые я нажимал. В какой последовательности? Она записала запуск вот этой вот программы калькулятора со всеми параметрами. Она записала, что я ее закрыл. Она записала, что я ее еще раз открыл и так далее. Давайте я сотру то, что здесь тогда ошибочно было. И покажу, как теперь этот же макрос можно еще раз повторить. Предположим, что я теперь хочу это действие многократно использовать. У меня будет много картинок, которые я буду открывать. У меня будет много картинок, с которыми я буду работать. И у меня, скажем, не одно действие. Я просто вычел картинку одну из другой. У меня, скажем, много действий. Я какую-то картинку открыл, на что-то домножил, как-то это переместил. У меня это все записалось в макрос. И я нажимаю здесь кнопочку «Создать макрос». «Create». Создаем макрос. Он открывается вот в таком вот редакторе. Кто знаком с программированием, это некий язык, чуть-чуть похожий на JavaScript. Собственный язык этого MJ. Почему это MJ макрос? Но, в принципе, вы макросы можете писать и на питоне, яве, в любом другом языке, который здесь перечислено, при необходимости. Давайте попробуем теперь этот макрос запустить. На самом деле, строчка, которая нам нужна с вами, это только вот эта одна строчка, которая описывает все, что мы сделали. Run. Запуск. Калькулятор плюс. В меню, когда мы здесь запускали, у нас это меню называлось именно калькулятор плюс. И параметры изображения первое, изображение второе. Ну и, собственно, что сделать? Давайте ради интереса я чуть-чуть поменяю здесь значение со 180, чтобы картинка получилась дорогая, например, на 210. Я теперь выбираю мою картинку, с которой я хочу работать, и говорю Run, выполнить. Как видите, я получил изображение, не открывая никаких дополнительных меню. И так, как я поменял яркость, то, естественно, картинка, которая у меня была получена, стала сильно ярче. Таким образом, можно использовать систему записи макросов для просто повторения действий, либо, еще очень удобный момент, если она исключена, вы всегда можете посмотреть, а как вы добились такого результата, что вы считали, что вы делали. То есть, для написания, например, тех же самых материалов и методов у вас есть такой рецепт, который формируется прямо по ходу вашего действия. Таким образом, подводя уже полный итог сегодняшней лекции, я хочу дать некоторое домашнее задание. Я прикрепил наверху ссылку на папку с рабочими рисунками. Я попробую сейчас еще раз продублировать эту ссылку, чтобы она была. К сожалению, это очень большая папочка, там, по-моему, 800 мегабайт, если не ошибаюсь. Это рисунки, которые будут использоваться в этом курсе. Их можно к себе загрузить, можно себе на компьютер поставить программку Fidja и попытаться с ней освоиться. Я считаю, что здесь два задания можно сделать. Первое задание – это калибровка изображения по линейкам, которые там приложены, с тем, чтобы поставить на эти изображения калибровочную рисочку внизу. И второе задание – это попытаться воспроизвести. В интернете есть много пособий, как это сделать. Либо можно будет, если что, обратиться ко мне, я могу просто потом макрос прислать, как это делается. Из изображения вот этих отдельных частичек, блобсов, сделать их сегментацию, чтобы их можно было посчитать. Я думаю, что в виде таких заданий и насвоения программы для второй лекции этого будет достаточно. Так что встретимся с вами, наверное, через день. Это у нас будет по расписанию 9 число в час дня. И продолжим со следующей лекцией. Если эти вопросы задавайте, пожалуйста, я буду еще некоторое время доступен.